Не забывайте представляться. Медиапроект «Международная великая эпоха». У меня два вопроса. Это даже, может быть, чуть больше, но это кратко. Всегда ли это будет в Петербурге? Может быть, это когда-то выйдет из-за зарубежа, может быть, есть идеи. Каждый год существует ли какой-то слоган, то есть идея конкретного фестиваля, который вы задаете участникам? А вот вопрос совсем другого порядка. А проводилось ли исследование состояния здоровья участников хора? Потому что я для себя уверена, что это должно помогать и физическому здоровью людей. Спасибо. Да, пожалуйста. Что касается проведения, то эта идея пришла всем нам здесь в Петербурге. И, конечно, это будет все-таки исключительно петербургский бренд, петербургский чемпионат. Он нужнонародный. И пусть все, кто хотят участвовать, пусть все приезжают в наш красивый город. Слава Богу, у нас есть что посмотреть. Сегодня сейчас мы ехали по мебельной. Такая красота, что своим друзьям сейчас послал сразу фотографии в Нижний Новгород, в Москву. Все мне написали, какие вы счастливы, в каком городе вы живете. Поэтому я думаю, что те, кто к нам приезжают, они увидят сейчас и морозно, и, конечно, летом здесь своя прелесть. Но сейчас здесь, по-моему, тоже очень красиво. И думаю, что все будут очень счастливы и довольны, что они будут именно в Петербурге в это время. А что касается темы, то тема одна. Она не меняется. Какой-то специальной тематической задачи мы не ставим. Или нет, организаторы не ставят. Есть какие-то специальные проекты. Они, наверное, будут меняться. Например, в следующем году исполняется как раз 80 лет якобы Дубровину. Это легендарный композитор. Это человек, у которого за плечами колоссальная жизнь, колоссальный опыт, огромное количество музыки. И я убежден, что в следующем году наш чемпионат откликнется большим галоконцертом, где вся Россия и все наши гости будут лить его музыку. Мы сделаем какой-то красивый большой концерт, посвященный его юбилею в рамках нашего чемпионата. А так каждый хор везет в том-то и прелесть. Свою программу, может быть, она и уникальна тем, что она именно своя. Он будет ее показывать и за счет именно ее добиваться победы в этом чемпионате. А все остальные с удовольствием будут потом, может быть, что-то подглядывать, смотреть, заимствовать. Ну и прекрасно для этого мы все здесь и собираемся. Что касается здоровья участников, вы знаете, я думаю, что ни для кого не секрет, что пение всегда благотворно влияло на самочувствие, состояние организма человека. Была такая смешная реклама, да, выровнять кислотно-щелочной баланс. Так вот, когда человек начинает петь, он начинает правильно дышать и в данной ситуации, если он начинает правильно дышать, значит, начинает правильно циркулировать кровь в организме. Если начинает правильно и так далее и тому подобное. Да, насыщение кислородом и обогащение клеток и так далее и тому подобное. Поэтому я всегда говорю «пойте на здоровье», всегда говорю этот тезис. Ну а еще одну фразу, которую замечательно сказал, вернее, замечательную фразу сказал наш друг и тоже коллега Борис Тараканов. И она достаточно важна, наверное, для понимания необходимости всего этого действия. Человек, певший в хоре, никогда не может себя почувствовать несчастным. Вот, то есть в данном случае вот это вот человеческое участие, это не гаджет, это не телефон, это совершенно то, что человеку от природы дано. Но и то, что сейчас, к великому сожалению, находится в такой пограничной волне. И мы бы очень хотели, чтобы дети, попадая в эту среду, почувствовали настоящие человеческие эмоции, настоящие человеческие чувства испытания. И на наш взгляд нам это удается. И я еще тогда одну фразу добавлю, которую, по-моему, замечательно сказал как раз Яков Дубровин. Глядя на наши хоровые фестивали в Петербурге, детско-межеский хоровый чемпионат, он как-то сказал, по-моему, очень классную фразу. Он сказал, что если бы все правители, президенты всех стран пели бы в хоре, то мир бы сейчас был иным. Это действительно так. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Да. У меня последний вопрос. А можно я еще задам? А, да. Можно без микрофона просто? Микрофон обязательно, потому что у нас идет транспорта. Я подержу. Запись. Не забывайте представляться. Да. Андрей Кириллов, Питеринфо. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за прекрасные мероприятия, которые вы дарите Петербургу уже пятый раз. Это замечательно. И, конечно, у меня есть такой вопрос. Ну, наверное, будет он адресован Сергею Юрьевичу. Вот сегодня при засилии так называемой поп-культуры, которая отличается, ну, не совсем хорошим вкусом, уровень исполнительского мастерства детей, он все же растет или он тоже вместе с общей тенденцией в культуре падает? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Вы знаете, мне кажется, что здесь все зависит от вкуса воспитания самого руководителя коллектива. Вот насколько руководитель коллектива грамотно обучен, насколько он сам сориентирован на то, что он хочет донести. Ну, это же не значит, например, что мы там с Игорем не смотрим телевизор или не слушаем каких-то песен, не смотрим шоу «Голос», там, я не знаю, еще что-то. Ну, это может Игорь смотрит, я смотрю, например. Это совершенно не значит, что все, что мы воспринимаем, мы сразу же каким-то образом переломляем для воспитания. Вот у меня, поскольку два студенческих хора, и студенты как раз среднего звена и высшего звена, большой хор в силу-то культуры концертной, где учатся студенты как раз до 25 лет уже, и с 14 до 22 лет студентки музыкального училища Невского-Корсака. И, естественно, я обучаю их и прививаю им какой-то вкус и художественный, да, и репертуар выбираю такой, чтобы мы, конечно, шли в ногу со временем. В ногу со временем это значит современная музыка, современный репертуар, современные композиторы, общение с современными композиторами, участие в авторских программах. Ну, естественно, мы не можем избежать и с радостью участвуем в таких мероприятиях, как Алла и Паруса. Где мы чаще всего поем не Чельковскую, не Рашу, но там поем разную музыку. Мы поем саундтреки голливудских фильмов, мы поем музыку Эдуарда Артемьева, мы поем музыку Александра Пахмутовой. Я считаю, что это все очень высокая планка даже, может быть, не академической хоровой музыки. Более того, мне, например, доставляет как композитор огромное удовольствие делать обработки и аранжировки песен Игоря Корнелюка. У меня есть ряд обработок Андрея Петрова, Венианина Баснера, огромное количество композиторов, песни которых просто обретают другую жизнь благодаря тому, что они начинают звучать в хоре. На ряду с классикой и музыкой средних веков, и романтикой. Мои коллективы, например, постоянно выступают во всех залах нашего города, с оркестрами нашего города и с оркестрами других городов страны мы гастролируем. То есть, мне кажется, что современные репертуары хорового коллектива должны быть очень разноплановым и разнообразным. А вот уровень вкуса руководителя и количества той или иной музыки в программах, это уже действительно зависит непосредственно от руководителя. Но мне кажется, что все те музыканты, которые руководят хоровыми коллективами на сегодняшний день, они все-таки в основном все заканчивают академические высшие учебные заведения. И их репертуар, их воспитание, культурный уровень позволяет им в правильном, грамотном русле воспитывать современную молодежь. А как раз молодым студентам, не обязательно студентам, в принципе, юношам, девушкам, детям, а потом которые становятся взрослее, продолжают петь, им как раз и интересно попробовать исполнить не только классику, не только академический жанр, но и где-то попробовать себя в каких-то других жанрах, связанных с хором. Мне кажется, что это все сейчас допустимо, это все интересно, но все на себя в данном случае ответственность уже берет руководитель коллектива. Спасибо. И Вы сказали, что в этом году участвует полторы тысячи участников, а вот в сравнении с первым годом количество, на сколько возросло? Вы знаете, на первом, по-моему, у нас было 1400-1300 человек и ориентировочно, но наименьшее количество людей, участников, которые приехали, это было 1200, по-моему, человек, третий чемпионат. Самое большое количество это, по-моему, второй чемпионат, второй чемпионат 1700. Вот где-то такая статистика у нас. Я помню, что когда я соревновался в прошлом году, было вообще около 40 коллективов, то есть, в общем, очень серьезно, такой конкурс, и за победу бороться приходилось по-настоящему. В общем, это все очень интересно. Приходите, посмотрите, послушайте, поспрашивайте непосредственно у участников, у коллектива, у самих детей, какие у них внутри впечатления, потому что они, конечно, совершенно особые. Вы позволите, я немножечко, может быть, не по плану вам сообщу, но я хотел бы, где же у меня сейчас, одну секундочку, в почте, по-моему, да, сейчас. Это очень интересно. Коллеги, нас поздравляют из Крыма. Очень приятно получать такие добрые слова. Это пишет директор нашего чемпионата Елена Юрьевна Бизина. Если вы позволите, оно небольшое, я прочту просто, чтобы вы имели представление. Этот коллектив из Крыма, которым руководит Виктор Абрамович Заславский, был дважды у нас на чемпионате, дважды становился золотым. И вот что он пишет. Дорогая Елена Юрьевна, сердечно поздравляю вас с очередным пятым чемпионатом мира. Уверен, что он будет организован и проведен так же замечательно, как и все, что вы и ваша команда делаете на этом поприще. По-хорошему завидую его участникам. Мечтаем еще когда-нибудь побывать на чудесном празднике музыки, творчества и вдохновения с большим годом. В который вы вкладываете так много своего душевного тепла и организаторского таланта. С наилучшими пожеланиями Виктора Абрамовича Заславского. Вот такое поздравление мы получили сегодня перед пресс-конференцией. Спасибо большое. На этой ноте я хочу завершить нашу пресс-конференцию, пожелать процветания вашему чемпионату. Очень хорошая идея, на мой взгляд. Спасибо большое. Пресс-конференция окончена. Спасибо большое. Всего вам доброго. И ждем вас на наших концертах.